У нас сегодня вообще первая сессия будет построена так. Вначале я немного расскажу о самом курсе, о каких-то его идеях, о целях. И дальше я немного расскажу вводную такую часть презентации о современном искусстве, почему вообще современное искусство сейчас поставлено в центр этого курса. И вторую часть я бы хотела посвятить знакомству, чтобы мы все немножко познакомились друг с другом, узнали, кто у нас в группе. Если вы можете рассказать пару слов, одно, два, три слова о себе, и почему вам этот курс интересен, почему вы решили его пройти, то это вот тоже все приветствуется, и это вот будет во второй части. Сначала о самом курсе. То есть курс будет состоять из нескольких воркшопов. На самом деле я прям очень рада, что получилось собрать такую интересную компанию спикеров. И основная цель курса – это показать разные методики, разные подходы к тому, что мы называем арт-практикой. То есть вообще посмотреть, как можно создавать арт-проекты, какие есть подходы. И в целом, если вы занимаетесь искусством, если вы уже занимаетесь практикой, вам это будет интересно и, я надеюсь, полезно. Но и даже если вы, в принципе, еще не занимались какой-то собственной творческой практикой, я также надеюсь, что вы это сможете применить, потому что, и вот как раз сегодня об этом я хотела поговорить, как мне кажется, сама практика современного искусства, она прежде всего построена на том, что мы просто разрабатываем и начинаем думать несколько иначе. То есть современное искусство как определенный способ мышления. И то, как мы практикуем, изучаем, наблюдаем, смотрим, может быть, просто как зрители, как-то вот соприкасаемся с современным искусством, это на самом деле нам дает такие очень полезные и очень сейчас особенно нужные навыки креативного мышления, критического мышления, поиска и создания каких-то новых идей. И всему этому как раз-таки будет посвящен наш мини-курс. То есть завтра у нас лекта с Ильей Сахариевой о искусстве и технологиях. В среду у нас будет воркшоп практически по биоматериалам с мексиканской художницей Лаурой Родриэз. Потом у нас будет два дня перерыва, чтобы вы как раз могли попробовать что-то из того, что Лаура вам расскажет, да, и, может быть, сделать какой-то такой свой био-арт-проект. Вот. В субботу опять мы возвращаемся уже на воркшоп с Крейгом Фрименом, американским художником, который работает с паблик-артом. И у него тоже есть такая хорошая практическая часть, где он просто очень простыми инструментами хочет показать, как можно работать с технологиями в публичном пространстве. То есть с очень простыми технологиями. Это смартфон, какие-то приложения в смартфоне. Вот. И в воскресенье у нас будет воркшоп по визуальному стори-теллингу Саилии Суловой. Тоже очень интересно. Я сейчас на него сама хочу пройти, послушать и посмотреть. То есть это о том, как можно создавать историю с помощью визуального языка, да, то есть как через коллаж можно создать какую-то историю. Вот. Вот через астации, через коллаж. Вот. А сейчас я приготовила такую, наверное, вводную что ли презентацию о том вообще, почему я считаю, да, это какой-то основной тезис, может быть, этого курса, что почему практики современного искусства на самом деле приводят нас к такому новому способу мышления, да, к новому, подталкивают нас к созданию каких-то новых идей. И, в принципе, они могут быть полезны как художникам, еще раз, да, так и не художникам, так и людям, которые просто работают над созданием новых проектов, над созданием своих каких-то продуктов. Вот. Я сейчас попробую зашерить скрим. И, надеюсь, в этот раз у меня получится. Вот он. Вот. Скрин я зашерила, но мне кажется, вы тоже видите его в... Не в viewer mode, да, а видите его в... Ну, ничего страшного, мне кажется. Самое главное — видим. Хорошо, потому что... Тогда так. Окей. Тогда современное искусство как способ мышления. Я вот пока думала над этой презентацией, решила, что всегда хорошо уйти немножко в историю и покопаться, да, в истоках, покопаться, с чего вообще все началось. И вот здесь, мне кажется, многие из вас знают этого человека, как мне кажется, и я думаю, многие со мной согласятся, современное искусство началось с Марсель Дюшана, да. Это такой французско-американский художник, который в 17-м году, в то время как в России была совершена революция, тоже совершил переворот в искусстве, переворот, который в целом, в принципе, в дальнейшем, в 20-м веке, наверное, определил историю развития современного искусства, да, вот какие-то такие основные течения задал. И Марсель Дюшан в 17-м году выставил в одной из галерей Нью-Йорка свой знаменитый фонтан. Это был обычный писсуар, но художник выставил его в галерее и сказал о том, что вот это и есть теперь произведение искусства, да. И сто лет спустя, вот уже в 2000-х годах, наверное, эту работу назвали такой одной из самых, вернее, самой значимой работой в истории искусства 20-го века, то есть самой великой работой 20-го прошлого века, да. Ну, почему так случилось? Наверное, потому что Дюшан действительно произвел революцию в истории искусства, совершил своеобразный переворот. То есть это очень интересно. История искусства до Дюшана, если вот ее изучать и если за ней наблюдать, это всегда репрезентация, да, то есть художники стремились показать видимый мир, тот мир, который мы видим, стремились его изобразить, изобразить на холсте, при этом в двухмерном изображении, да, при этом менялись методики и техники, но искусство всегда стремилось приблизиться к воссозданию видимого мира, к воссозданию реальности. Вот. Однако с появлением фотографии и вообще с изменениями, которые начали происходить, в XIX веке, к концу XIX века появилось убеждение, что искусство может не только воссоздавать реальность, которую мы видим, да, оно может служить такой сферой, внутри которой художники способны создавать новую реальность. То есть нам не обязательно показывать то, что и так видно в реальности, да, художники своими средствами, художественными средствами могут создавать новую реальность, могут создавать собственный мир. И Дюшан, он в этом же направлении, он пошел еще дальше, он взял уже готовый предмет, предмет, который существовал в этой объективной реальности, видимой реальности, он поместил этот предмет в галерею и сказал, что если вот я Дюшан, я художник, я выбираю этот предмет и выставляю его как произведение искусства, то отменею с этого момента фонтан, вот этот предмет, он может становиться и может называться произведением искусства. Да, и так, в принципе, и появились в истории искусства ready-made, то есть это уже такие готовые объекты, которые... Кто-то еще заходит, сейчас нужно добавить. Готовые объекты, которые с тем, как художник их использует, становятся частью искусства, частью современного искусства. И вот мне в этом жести Дюшана, в этом предмете Дюшана, в этой революции, которую он совершил больше ста лет назад уже, кажется самым главным именно то, что произошел вот такой переход от формы к идее, от искусства как такого воссоздания реальности к некой концепции, которую предмет искусства может передавать. То есть сам фокус, он переместился именно на идею и на концепцию. И это само по себе так революционно и очень интересно для нас даже сейчас. То есть это большой поворот, что ли, большой шифт именно к самой мысли, к концентрации мыслей, которая стоит за определенным предметом искусства. Вот. Это Дюшан. И мне кажется, на самом деле про Дюшана так вскользь рассказывать довольно тяжело, но те, кто искусством занимаются, о нем, конечно, все знают. И это тема для прям какого-то такого долгого и интересного разговора, потому что даже сейчас, словно сто лет назад, у людей бывают разные мнения, споры относительно Дюшана, относительно его роли в истории искусства. И тема эта интересная. То есть прошло больше сто лет, но тем не менее вот этот его жест, он все еще остается каким-то таким не так чтобы актуальным, но вызывающим дискуссии и споры. Вот. Теперь немножко про Казахстан. то есть в том разрезе, о котором мы сегодня говорим, о современном искусстве, именно в разрезе того, что искусство как способ мышления и искусство как новый способ мышления, конечно, нельзя не сказать о такой большой фигуре, фигуре, которую многие называют именно о том современного искусства в Казахстане, это Рустам Хальф. То есть вообще современное искусство в Казахстане появилось, начало как-то развиваться ближе к концу 20-го века, это 80-е, 90-е годы, как раз распад союза, изменения, которые происходили в целом в обществе, социальные изменения, культурные, экономические. И тот назревший, наверное, кризис социализма, кризис фигуративной живописи, он как бы не мог не вылиться в какие-то эксперименты, которые начали казахстанские современные художники, но они в целом происходили и в Казахстане, и на территории всей Центральной Азии. Вот еще кто-то стучится, добавила, и Рустам Хальфин, он такая знаковая, очень большая фигура для современного искусства Казахстана, но в контексте нашего сегодняшнего разговора он как раз-таки тоже очень интересен, потому что это человек с неординарным мышлением, с каким-то таким собственным своим видением, человек, который работал всегда с концепциями, то есть с идеями, который размышлял, и который вот это размышление в принципе и делал то есть процесс его мышления, процесс его размышления, его можно отследить в его творчестве, но все его творчество это какой-то некий такой это работа с концепциями, наверное, работа с идеями. И здесь тоже мне бы хотелось сказать об одной его концепции, довольно известной, который называется пулота. Пулота это сочетание пустоты и полноты, которое появляется, если вы сделаете вот так. То есть это такой не совсем собранный кулак, и внутри него вы видите пустоту, но тем не менее эта пустота она как бы находится в некой полноте. И если вы посмотрите через этот кулак на вокруг себя условно, вы увидите такой фрагмент мира, кусочек фрагмент реальности, но это будет очень-очень персонализированный фрагмент, то есть это вот именно мир, который вы видите сквозь руку художника. И здесь есть такое еще интересное сочетание тактильности, то есть тактильного восприятия и визуальности, визуального восприятия. И это все сочетается в общем довольно простом жесте, за которым стоит опять-таки некая работа мысли художника. И здесь опять-таки Хальфин он выводит в центр фигуру самого художника, фигуру художника, потому что вы опять-таки увидите мир через призму его руки и фигуру художника как опять мыслителя, как человека, который работает с идеями и с концепциями. Александра, сори, тут просто в чате написали, чтобы погромче говорили, а то плохо слышно. И вот повторить фамилию, но тут Салтанат уже ответила, Рустам Хальфин. Ты, если что, тогда сразу имена можешь писать в чате, чтобы людям... А я не вижу чат, сейчас, секунду, я себе... Он может быть внизу вот... Ага. Всё, вижу. Хорошо, давай я себе чат тогда тоже вниз поставлю и буду видеть... Да, всё. Теперь если... Да, если вопросы будут, то теперь я их увижу. Окей. На самом деле, если... Вот совсем говорить, да, об истории искусства, современного искусства в Казахстане, то можно назвать нескольких знаковых людей, но мне кажется, в контексте сегодняшней презентации Хальфина, в принципе, будет достаточно, и как раз таки ещё потому, что он именно первый концептуальный художник в Казахстане, наверное, да, это человек, который работал с концепциями, который проживал саму историю искусства, воспринимал её довольно лично, и который... для которого мысль, как таковая, она была довольно важна, да, вот. И вот так мы вместе с мировым искусством совершили переход от репрезентации к идее, то есть от такого воспроизводства реальности, воспроизводства видимого мира и отражения того, что мы видим вокруг себя к работам, к искусству, которые уже в себе заключают определённые идеи, концепции, это может быть комментарий к существующей реальности, да, это может быть где-то попытка создать эту новую реальность, и вот здесь я поставила с одной стороны работу Аблхана Костеева, работу, сделанную в традиции социализма, и Аблхан Костеев довольно известный казахский, казахстанский художник, а с другой стороны работа Ербасына Мельтибекова, которая называется «Памятник неизвестному батыру», и вот мне кажется здесь как раз-таки опять-таки сконцентрирована некая концепция и объект искусства, как опять-таки не визуальное воспроизводство, о некий комментарий к тому, что, ну, рефлексия художника, к тому, что происходило в Казахстане с обретением независимости, то есть вот к тем, к такому активному мифотворчеству, появлению монументов батыров по всему Казахстану, к созданию нового национального мифа и так далее. вот теперь вкратце мне бы опять хотелось вернуться к главному тезису и к основному тезису сегодняшней презентации к тому, что современное искусство это современное искусство можно рассматривать именно как способ мышления, да, и здесь я выбрала наверное несколько характеристик, которые служат таким мостиком от современного искусства к способу мышления, то есть почему если мы изучаем современное искусство, оно нам интересно, если мы хотим им заниматься, это вот где-то может нас привести к новому способу мышления, да, или к открытию каких-то к созданию новых идей, к работе с новыми идеями, вот, опять-таки здесь современные казахстанские художники, я подумала, что про них надо обязательно сказать, если уж я говорю об истории современного искусства в Казахстане, вот, эта группа Казалтрактор, это их старая фотография, с одной стороны, а с другой стороны, это работа Саида Атабекова, серия работ Саида Атабекова, и вот здесь, как мне кажется, как раз-таки Казалтрактор и художники Казалтрактора по отдельности Саида Атабеков, Арестенбек, Шалбаев, они работали с отражением реальности, да, и созданием новых смыслов, то есть это вот такое ощущение времени, которое художник чувствует, которое художник видит вокруг себя и которое он может воспроизвести в своих работах, но при этом он не только воспроизводит то, что видит вокруг, но и создает какие-то новые смыслы, создает какую-то новую реальность. В работах Саида Атабекова мне кажется, это вот как раз хорошо чувствуется, потому что с одной стороны он показывает реальность постсоветского независимого Казахстана, то есть строительство новых городов, появление новых монументов, отказ от советского, да, вот такие поиски национальной идеи, поиски национальной идентичности, а с другой стороны, это создание своей реальности какой-то кочевой культуры, какого-то кочевого ареала, потому что степь у него всегда это такой знаковый символ, и это всегда пространство, в котором происходят его работы, на фоне которого он с одной стороны показывает что-то, но в степи всегда его действия его работы разворачиваются, и мне кажется, это очень интересно, потому что это не только воспроизведение того, что есть вокруг, но это создание собственного мифа, собственного пространства и такого пространства степи, и делает это художник методами, что ли, инструментами современного искусства, то есть он использует фотографию, использует ready-made, опять те же самые, то есть добавляет какие-то новые инструменты или новые меги, вот, и как раз-таки здесь и появляются новые смыслы. Вот, дальше. Пропущу один слайд, потому что, наверное, переизобретение понятий. Это тоже такая интересная черта, интересная характеристика, что ли, современного искусства и современной философии, и мне кажется, она как раз-таки очень характерна для искусства как способа мысли. Да, то есть попробую немножко объяснить. Я вчера как раз думала о том, как, что сейчас очень сложно, да, и это требует определенных усилий, оставаться вот в таком нормальном состоянии, то есть stay sane, оставаться в рамках разумного, потому что мы переживаем пандемию, постоянно, то есть резко поменялся наш быт, мы постоянно в этом потоке негативных новостей, и stay sane или оставаться внутри нормы, оставаться вот в нормальном состоянии довольно сложно. Но как раз-таки здесь возникает другой вопрос, да, что тогда норма? И может быть нам как раз-таки сейчас стоит пересмотреть наши определения нормальности, да, наши определения того, что мы называем разумным, того, что мы называем sane, и того, что мы называем insane, да, то есть того, что мы называем разумным и неразумным. И мне кажется, я довольно часто встречала это в философии, в философских работах, и современное искусство в этом смысле очень тесно связано с философией, да, потому что в рамках современного искусства можно как раз-таки заниматься тем, что ставить под сомнения какие-то, ставить под вопрос какие-то общепринятые понятия и сомнения, понятия и категории, да, например, того, что такое нормы и что такое нормальность. И может быть та норма, старая норма и старая нормальность, в которой мы все жили, она и привела вот к экологической катастрофе, да, может быть та нормальность и та система здравоохранения, опять-таки, в которой мы жили, она опять-таки привела к тому, что там ни одна страна, условно, мира не готова к этой эпидемии, да, и может быть как раз-таки этот кризис, он весь про то, что нам нужно изобрести новые правила нормальности, да, то есть, что нам нужно переизобрести правила нормы, в котором мы сейчас живем, вот. И как раз-таки искусство, оно интересно тем, что оно, в принципе, давно и часто оно задается с этими вопросами, да, критики к устоявшимся понятиям, да, критики к каким-то общепринятым, опять-таки, категориям, да, критики к общепринятой норме, если она вообще существует, да, что такое нормальность, да, что такое среднее, что такое норма. и здесь это поле, если мы в нем находимся, да, если мы там следим за каким-то художниками или занимаемся вот этой арт-практикой, оно, в принципе, нам помогает в себе, да, критически относиться к к определенным явлениям, да, к определенным понятиям, которые есть в социуме, вот, к этой норме, о которой я сегодня несколько раз уже сказала, но это на самом деле вот то, что, над чем я, по-моему, в последнее время довольно много думала, да, что норма, она меняется, ее надо переизобретать, да, над ней надо сейчас активно думать, и эта норма, она, вот именно нормальность, она касается всего, да, касается какого-то быта, и касается нашего отношения с природой, с другими, с друг другом, внутри социума, да, самими собой даже, вот, и здесь, как картинку, не могла не поставить больше, это тоже довольно знаменитый проект, который называется вообще довольно знаменитый проект очень известного немецкого художника Йозефа Бойса, который называется «Прямая демократия», и мне кажется, вообще, в принципе, все творчество Бойса, оно во многом построено на том, что он вот критически относится, критически смотрит на какие-то такие фундаментальные понятия, категории, которые есть в обществе, есть вокруг него, и здесь это проект, это фотография проекта «Прямая демократия», такой этапический взгляд на общество со стороны Бойса, то есть он задается вопросом, можно ли добиться вот этой прямой демократии, да, когда решение принимается каждым конкретным человеком, да, каждым, то есть это действительно решение, принятое большинство, да, что человек, каждый конкретный человек, он может быть услышан, он может высказаться, он может задать вопрос, и здесь интересен, опять-таки, да, здесь интересна сама концепция, что художник размышляет над такой некой социальной жизнью, да, над социальным устройством, и над тем, как можно добиться вот увлеченности людей в коллективную жизнь, да, и как можно добиться того, чтобы коллективная жизнь, она, в принципе, зависела от человека, вот, и эти вопросы такие и очень общественно-социальные вопросы, да, и вопрос, которые касаются непосредственно человека, и его личного участия в публичных процессах, да, в общественных процессах, мне кажется, они тоже довольно часто встречаются в современном искусстве, и это такой хорошей, хорошая область потренироваться, что ли, задаваться этими вопросами, да, или пытаться найти ответы на них. Дальше. Почему, опять-таки, да, возвращаясь к первому главному тезису презентации о современном искусстве, как методе мышления, да, или способе мышления, мне кажется, вот, может быть, с этого можно было начать, что если мы занимаемся арт-практикой или, в принципе, если человек занимается созданием чего-либо, опять что-то есть в чате, нет, если человек занимается практикой, если занимается созданием, да, если он хочет начать что-то создавать, то первый постулат, первый тезис, если он хочет развить какой-то новый способ мышления или в целом работать над идеями и концепциями, то первое, что мы можем принять и что есть именно в современном искусстве, это то, что человек имеет право на ошибку. Да, это хорошо, в принципе, видно в различиях между, например, я уйду от визуального в современном танце и в классическом танце, что весь современный танец, он построен на том, что танцор, он может импровизировать, он может двигаться так, как считает нужным его тело, то есть он может внутри танца позволять себе двигаться так, как ему хочется и это не будет считаться ошибкой, когда в традиционном танце есть определенный канон, есть определенный свод правил и танцору, креатору условно нужно всегда находиться внутри канона, находиться внутри этого свода правил, нужно ему следовать. Вот, мне кажется, это такая очень классная метафора, опять-таки, для того, что мы называем творческим процессом, это может вообще процесс создания чего угодно, что начиная, вы должны то, что верить, понимать, чувствовать, что у вас есть право на ошибку, что вы можете пробовать, и чем больше вы ошибаетесь, тем больше вы попробовали, тем вероятнее то, что когда-то вы найдете некий баланс, некую грань. Не то, что грань, а придете к определенному результату. И здесь, мне кажется, опять-таки, эта связь между мышлением, между мышлением, процессом понимания мира, создания каких-то новых идей, создания чего-то уникального это всегда начинается с того, что мы ошибаемся. То есть невозможно создавать что-то новое, при этом не ошибнувшись ни разу, потому что вы идете в то поле, в которое до вас никто не ходил, условно, и вы как бы вступаете на ту территорию, которая неизвестна, которая там такое темное пятно, условно, и там опять-таки нет никаких правил, нет, никто не знает, как должно быть, никто не знает, как должно быть правильно, и вы обязательно будете ошибаться. То есть это такое правило, которое всегда работает. То есть ошибаться вы точно будете, и точно что-то будет не получаться, чем-то вы будете недовольны, но если мы хотим создавать что-то, чего до нас не существовало, если мы хотим прийти к какому-то результату, к которому опять-таки никто не приходил, нам нужно пробовать, нам нужно пробовать, и нам нужно проходить через ошибки. Здесь, мне кажется, это классная связь между какими-то арх-практиками и тем, как мы мыслим, думаем, если хотим создать какие-то новые концепции или прийти к каким-то новым идеям. И самое последнее, что опять роднит не просто современное искусство, а что роднит процесс создания, что роднит такое творчество, что роднит современное искусство и мышление, это то, что один из философов назвал живым, а не мертвым. То есть это был Мирак Мамардашвили, он ссылался на Пруста, и Пруст писал, что в жизни мы намного чаще, человек намного чаще встречает мертвое, а не живое. Это могут быть мертвые слова, мертвые мысли, опять-таки мертвые произведения искусства, которых достаточно много, но не живые. И вот он пишет, да, о чем мертвое отличается от живого, и почему так иногда сложно прийти к этому живому. И мертвое это всегда то, что застывшее, да, оно всегда застывшее, и это состояние, которое не может быть ничем другим. То есть это вот там, я не знаю, определенный предмет, и он не может быть другим, да, или это мысль, которая была не наша, которую да, это баха, я очень люблю баху, и это баха. Это мысль, которая была не наша, которая была некая шаблонная, некая клишированная, но и мы ее повторяем, да, либо мы это воспроизводим, как бы не пропуская через себя, не давая нашему внутреннему состоянию вызреть, что ли, в этой мысли, да, или не выражая наше собственное отношение к этому. и философия это очень такой, ну, для меня, по крайней мере, такой красивый концепт и красивый термин, что человек это существо, которое должен стремиться к живому, да, то есть это вот как бы его задача уходить от мертвого, уходить от застывшего, уходить от того, что не меняется, от каких-то готовых форум, готовых решений, готовых мыслей должен уходить к живому, да, живое это иногда это сиеминутное, иногда это что-то вот в чем, что тяжело может быть описать или дать этому определение, да, но тем не менее мы почему-то это чувствуем, да, то есть тем не менее вот мы вот как-то ощущаем, да, когда есть не знаю, душа искра жизни, будь то это там произведение искусства, текст написанный, опять-таки мысль, перформанс, разговор, какое-то отношение и так далее, да, и здесь мне кажется вот в способе мышления это тоже очень отражается, да, есть какой-то мертвый способ мышления, да, когда мы не мыслим, условно, мы не проживаем то, что мы говорим, либо мы не пропускаем через себя то, что мы делаем и говорим, а есть вот живое, да, есть живое в искусстве, есть живое в творчестве, там, в наших ежедневных практиках, в мышлении, упрустое, живое, оно вот буквально разлито во всем, да, то есть вы можете пить чай и ощущать себя живым, это какой-то уникальный момент, потому что вот он сейчас и в этом моменте сошлось все, да, он там, у него печенька, у него печенька, вот, и мне кажется, как раз-таки современная судьба, да, она очень часто такое непонятное, она довольно где-то бывает наивное, да, где-то не наивное, но его прелесть в том, что оно живое, да, и это живое мышление, вот, кажется, на этом я хотела закончить, получилась такая вводная презентация, что ли, и о современном искусстве, и о том, почему практики, да, которые мы можем попробовать, или почему если мы погрузимся условно в эти практики, это нам даст стимул для нового способа мышления, да, для нового способа решения задач, нахождения каких-то то, что идей, да, где-то это могут быть большие идеи, где-то это могут маленькие идеи для создания своих проектов и так далее, да, то есть это вот такая была подводка к тому, почему вот мы в последующие несколько дней, почему вообще возникла такая идея собрать несколько очень разных воркшопов, да, от разных художников, которые, в принципе, очень разнообразными практиками занимаются. первую часть сегодняшней сессии мы закончили, мне бы теперь хотелось как-то поговорить с вами, что ли, и если вы можете включить видео и каждый несколько слов сказать о том, кто вы, почему вам это интересно, да, может быть как-то прокомментировать то, что я сказала, мне тоже будет интересно поговорить, вот, потому что оказывается это очень не так просто, да, ты разговариваешь, но никого не видишь и не понимаешь, какая реакция у людей, слышно им нет, понятно им нет, как бы и так далее, вот, теперь даю слово вам. Можно даже по очереди начать, вот, наверное, как раз Айгерим вот первое. Окей, окей, просто я знаю, что такое разговаривать в Зуме, потому что я являюсь преподавателем английского языка, как раз у нас сейчас онлайн занятия, ну, в связи с карантином и так далее, и поэтому, когда, да, я вижу волнение, когда участники конференции сидят выключенными видео, ну, это немного напрягает, ну, меня лично, да, вот, поэтому я с включенным видео сижу, потому что я это понимаю. Меня зовут Айгерим, всем привет, являюсь учителем английского языка, ну, вы вначале заметили, да, название STEP, STEP это не танцевальная школа, нет, это языковая школа STEP, STEP to English, мы из города Костанай, вот, а для чего, вообще, в принципе, мне интересна эта сама тема, искусство, ну, иногда я рисую портреты и так далее, то есть я стараюсь быть разносторонним человеком, изучать какие-то новые, там, не знаю, разные стороны, то есть с разных сторон мне нравится изучать, там, разные вещи, допустим, искусство и так далее, там, программирование еще, и так далее, вот, поэтому мне интересно послушать, в принципе, все, пока все. окей, спасибо. Спасибо, да, спасибо, что сидели в включенном видео, но почему-то не было в окошке, не видно, то есть там вот несколько первых и все первые, все были как раз такие черные экранчики, перестроить алгоритм, да. Нет, там, в принципе, через Zoom если сидеть, там, обычно у меня всегда первые участники, кто с включенным видео, потом уже, кто с выключенным. не знаю, у вас как, может быть, в настройках нужно там как-то поменять. Так, давайте вот следующий теперь, Анель. Я слышно? Очень плохо. А, ну тогда я... Поближе к микрофону. У меня просто с наушниками ничего не проблема, я выгляжу. А вот, теперь лучше слышно намного. А, хорошо. Меня зовут Анель, вот, я так экстренно подключилась к курсу, почему подключилась. Я вообще занимаюсь разными честными проектами и связанными с городской средой, с архитектурой. Я достаточно... Извиняюсь. Что? Какого города подключились? А, Салматы. Салматы. Вот. Почему я подключилась к курсу? На самом деле, в принципе, я периодически... Ну, у нас проекты, они очень междисциплинарные, и в принципе, я постоянно... Сейчас у нас новый этап проекта вот с архитектурой, поэтому сейчас переходим на новый этап, и нам нужно... Я нахожусь в поиске новых инструментов работы с контентом, скажем так. Ну, в принципе, я как креативный продюсер, я так или иначе все время работаю с междисциплинарными командами, и сейчас мне нужен такой немножко чуть свежий глоток, чтобы выйти на новый уровень, скажем так, работы с материалом, понимания материала. Потому что у меня все время есть такой импостер-синдром, синдром самозванца, потому что какие-то вещи я делаю по наитию, и мне немножко не хватает вот именно такой системной поддержки в плане там структурирования материала, и чтобы убедиться в том, что я, наверное, в пути где-то, наверное, и чтобы не чувствовать где-то себя самозванцем, может быть, я не буду себя там назвать, не знаю, аккуратным или кем, но мне важно понимать, что вот я все правильно понимаю. Как-то так. А про что твой последний проект? Да, кстати, это небольшой тизер, вот пользуясь в пространстве, которое еще не открыто в связи с карантином. Мы здесь делаем сейчас ремонт. Вообще, по идее, это задумалось как такой партиципаторный музей по истории архитектуры, где участники сами, ну, пока это только на стадии проработки, где участники сами помогают делать контент. То есть, как бы, это такой не музей, не музей в полном понимании этого слова, потому что музей это как бы привычное понимание, это место, где хранятся архивы, это место, где выставляются какие-то экспонаты и так далее. Но сейчас я нахожусь в поиске того, что вообще такое экспонат, что может быть артефактом, да, и каким должен быть именно такой не музей, потому что мы его задумываем как не музей. То есть, по идее, это должно стать больше таким местом для обмена cross-planation между участниками именно архитектурного сообщества. Ну, не только, но это будет в основном под зонечком архитектуры. Поэтому вот я сейчас нахожусь в поиске новых инструментов, вот эта пространство, оно как раз-таки связано с, ну, что-то вроде на стыке ресурсного центра, галереи, библиотеки, и места, где можно проводить ивенты, митапы и так далее, вот как раз-таки, где желающие могут подать заявку и провести свое мероприятие. Опять же, мы в связи с карантином очень сильно притормозили свой запуск, потому что сейчас все непонятно, все меняется, но тем не менее, мы сейчас на стадии вот сбора шкафов, вот сейчас один очках уже собрали. Классное слышание. Такой слип. А где? Да, это историческое здание, вот те, кто с Алматы, наверняка его хорошо знают, это галерея Умай. А, здорово. Это здание 50-х годов. А галерея Умай там есть, осталась? Или вы, получается... Не-не-не, оно просто так исторически называется. Галерея здесь просто на третьем этаже, там арт-аукцион. Аукцион по искусству, кстати, возвращаясь к современному искусству, там наверху, аукцион, а мы находимся на втором этаже, просто сейчас пока здесь только мы, мы просто тут занимаемся реализацией, там книжки и так далее, и так далее, все вот это дело. Просто все вот приводим в порядок. Как-то так, ну, это вот, такое здание, этот кусочек сохранился, здание 30-х годов. Так что, если у нас все откроется, мы вас обязательно пригласим, но, опять же, ничего не будем загадывать, все сложно, статус, все сложно. Будем надеяться, что все это закончится скоро. Да, 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 поэтому пока у нас немножко такая пауза, ну, такая техническая, мы вот сейчас обучаемся. Классно, здорово. Так, следующий, кто у нас? Мазира, это, может, вы? Второй, второй круг. Спасибо. Меня слышно, извините? Да, да, меня зовут Назира, я из Астаны, я фриланс-журналист и фотограф, но в основном я занимаюсь стрит-фотографией, и поэтому, ну, в нынешних условиях это как бы не так возможно всегда. и увидела этот воркшоп и было очень интересно попробовать какие-то новые медиумы, какие-то новые способы, то есть, не знаю, да, извините, я сейчас слушала и как-то вылетела из... здорово, что подключились с Нур-Султана. Нур-Султан же называется. Да. Спасибо. Здорово. Так, Евгения. Я тут смотрю, по ходу дела все... Всем привет. Отходят уже 15 человек. Евгения, продолжайте. Здравствуйте. Меня слышно? Да, да, да. Очень хорошо слышно. Всем привет. О, супер. Я не включала видео и аудио отключила, потому что я нахожу в секретаре и постоянно кто-то ходит, не хотела отвлекать. Но да, ты же понимаешь, что на самом деле тяжело общаться с людьми, не видя их лицо, реакции, вообще не читая их. Поэтому ну, Саша, молодец. Спасибо. Меня зовут Женя. Я вообще из Алматы, но сейчас я нахожусь во Франкфурте. Я аспирантка университета Гёте и пишу свою диссертацию про наших русскоязычных корейцев, которые уезжают как мигрантов в Южную Корею. И на самом деле мне было очень интересно послушать сегодняшнюю лекцию, потому что... И вообще я очень, если честно, благодарна. Хотя я знаю, что коронавирус это ужасно, и самоизоляция это ужасно, но самоизоляция дала мне такой крутой шанс поучаствует в этой трансляции онлайн и со всеми онлайн познакомиться. Это очень круто. Вот. Для меня лично было очень много инсайтов, которые я уже подумала, вау, прям эпифани такой, блин, круто. Это можно использовать, потому что вообще как современное искусство взаимодействует с теми же социальными движениями, социально-политическими, гражданскими движениями, за то, что меня сейчас очень сильно волнует. Мне кажется, очень многих сейчас волнует не только в предоставлении, не только в понимании, но и по всему миру. И очень важный контент, очень крутая подача. Надеюсь, что мы через этот воркшоп тоже сможем что-то для себя с точки зрения новых смыслов собрать методик создания этих новых смыслов, потому что сейчас очень многое меняется, сейчас создаются новые пространства онлайн, где мы можем друг с другом общаться, вне зависимости от того, где мы географически находимся. Также из-за того, что я изучаю социологию миграции, тоже замечаю, что люди, которые являются мигрантами, они создают тоже какие-то ментальные карты и транснациональные пространства, которые вроде существуют, но они существуют только у них в голове. И то, каким образом их можно визуализировать, мне кажется, вообще было бы очень круто. Я не знаю, как, но мне кажется, что через методику современного искусства и то, о чем говорила сейчас Александра, что это способ мышления может очень много, очень-очень помочь и исследовать. То есть не только в дисциплине искусства, но и в социальных взглядах. В общем, я бы хотела с вами очень-очень говорить, на этом я остановлюсь. Спасибо большое за то, что вы взяли меня на этот воркшоп, я очень-очень рада. Спасибо. Спасибо. Здорово. Катя. Привет. Мне кажется, ты следующая. Катя по-написано. Хорошо. Давайте я расскажу. Я, значит, Катя Папай, мню себя великой художницей Казахстана, но это будет, понятное дело, известно только через многие десятилетия. Вот. Я тоже занимаюсь отчасти градостроительным проектом сейчас. Вот. И какими-то, может быть, даже социальными, а вообще создание таких паттернов визуальных, которые будут впоследствии там как-то сочетаться с современным Казахстаном. Ну, может быть, может быть. Хотя я понимаю, конечно, это практически недостижимо для меня в этой ситуации. Что ещё рассказать? Вы с какого города подключаетесь? А, я из Алматы. Я из Алматы, да. Вот. если так ещё сказать, то я себя млю этой богиней Алматы. То есть я работаю с изменением физического пространства, то есть модификацией духа, вернее, модифестацией женского духа, духовности, наверное, какой-то. Вот. и трансформации этого духа как раз в материальные изменения на уровне городских изменений, городостроительных вещей. Вы не сурбан-форум случайно? Ну, я его посещаю. Посещаю. Ну, наверное, всё. Спасибо. Спасибо. Так, Амина? Я. Здравствуйте. Хотела, во-первых, поблагодарить за вводный урок и, в принципе, за весь этот мастер-класс. Меня слышно, да? Да-да-да. Спасибо большое. Начало было уже очень интересное, особенно про казахстанских художников. Это было что-то такое, то есть какие-то более иностранные художники и хорошо известные, а вот про казахстанских художников мы слышим редко и очень жалко, потому что это, наверное, наиболее важное. Меня зовут Амина, я учусь в университете, я студентка на психологию, когнитивную науку. И почему меня это заинтересовало? Ну, мне, в принципе, очень интересно современное искусство. Я хочу его уметь понимать, я его не особо умею понимать, но именно для этого, мне кажется, я здесь, чтобы научиться. И вот, спасибо большое. Здорово. Спасибо. Удачи вам с учёбой. Спасибо большое. А вы какого города, кстати? Да. А я с Астаной. С Астаной? С Астаной, не с Астаной. Спасибо, Амина. Так, дальше, Салтанат. Меня слышно, да? Да, хорошо слышно. Да. Здравствуйте, меня зовут Салтанат. Я с города Астана. Вот видно, не видно. Да, прям подчеркнула с города Астана, да. Спасибо, во-первых, тоже организаторам за проведение такого очень интересного онлайн-курса. Мы вот с Александрой на Фейсбуке дружим. Мы в одно время примерно в Кимэпе учились, да? И вот я благодаря ей увидела пост и очень заинтересовалась. Сама тоже является выпускницей Кимэп, изучала политические науки, обучалась в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе по программе «Булашак», тоже изучала международные отношения. В данное время тоже работала в парламенте Республики Казахстан в сфере уже более десяти лет, есть опыт работы вообще в сфере политики, международные отношения. И вот во время обучения в Америке наверное посетила не знаю, десятка, десяток, двадцать различных музеев, в том числе современного искусства. И, ну не знаю, мне это очень-очень интересно, заинтересовало. Даже вот мы с друзьями ездили в Майами, даже в Майами я пошла в музей современного искусства, когда друзья пошли на пляж, так сказать. сама вот после завершения обучения, то есть приехав в Астану, тоже очень интересна стала работа наших казахстанских художников. Тоже последние два года активно участвовала на различных выставках, то есть как гост, так сказать. Вот у нас есть платформа, то есть арт-студия, художественная галерея, также ТСЭ-платформа, ТСЭ-галерея. Сама тоже участвовала в рамках поддержки молодых художников тоже со своей инсталляцией. Основная заинтересованность в современном искусстве в рамках культурной дипломатии, то есть развития культурной дипломатии, как можно выразить свою мысль и как можно наладить отношения на международном уровне. Через культуру, да? Да, через культуру. Спасибо вам еще раз за организацию. Классно, супер. Так, Жанар. Да? Смотрите, меня слышно? Да, теперь слышно. Меня зовут Жанар и я вчера увидела этот пост и поняла, что давно хочу попробовать разобраться у себя, что есть современное искусство. Сама я по образованию историк и на данный момент готовлюсь к поступлению в инвеструктуру. Я хочу заниматься историей образования, историей университета. презентацией, что я как-то с ним после этого курса. Бабушка там камин. Так здорово, пусть послушает. Да, я надеюсь, что после этого курса я смогу снять себя так что из дерева и понять, что есть современное искусство, как его понимать, как с ним разбираться и, может быть, даже что-то самого пробовать. Я бы хотела. спасибо. Спасибо. А вам из какого города? Сейчас я живу в Костанайе. Спасибо. Так, Акзель. Здравствуйте. Я Акзель. Я из города Алматы и я учусь на бакалавра на художника в нашей родной Жургеновке. И так понятно? Меня слышно? Да, да. Да, и так понятно, что в Жургеновке очень довольно-таки консервативное видение искусства, поэтому я везде пытаюсь оторвать кусочек знаний о современном искусстве. То есть я слушаю Дгутова, Дмитрия, ладно, не об этом сейчас, просто меня современное искусство интересует, особенно современное искусство в Казахстане, потому что я как раз-таки в этой каше варюсь. То есть я поступала на художника, я и собираюсь в этой сфере двигаться, и сейчас пока вот у нас была водная лекция, я тайком еще сидела, зарисовывала своих персонажей для комикса, так что надеюсь еще вас увидеть, ну, и просто было довольно-таки интересно и познавательно. Спасибо. Здорово. Спасибо. Марика. Всем добрый вечер. Хочу вас всех поприветствовать. Очень интересный курс. Привет, Али. Сейчас привет, Али. Слушаю вас, слушателей, спикеров, и получаю удовольствие. Для меня это прям бальзам. И все с таким разным интересным бэкграундом. я думаю, что результат этого курса будет вообще мега классный. Я сразу хочу попросить прощения, что сейчас пока буду про себя рассказывать, могут влизаться периодически тут маленькие личности, бегают полуметровые. Меня зовут Маляка, как уже сказали, я искусствовед по образованию, уже почти 10 лет работаю в сфере искусств Казахстана. Последние лет 5 работаю в Национальном музее в Астане, в Нур-Султане. Но вот последний год переехала по семейным обстоятельствам в Атарал, и в Атарал сейчас провожу арт-бранч. Это такой мой маленький проект, где я встречаюсь с разными людьми, которые интересуются искусством, и за чашкой кофе в непринужденной атмосфере, какого-нибудь красивого септичного ресторанчика рассказываю интересные факты из мира искусства. В основном по опыту работы у меня сложилось так, что я всегда работала с традиционными видами искусства, с традиционными техниками, и все меньше сталкивалась с современным искусством, так что Акзель не то, что в процессе обучения не хватает современного искусства, его не хватает еще и в процессе работы, хотя работаешь в одной из главных институций Казахстана, казалось бы, но даже там буквально какой-то один процент современного искусства. Вот, и все больше стало интересоваться современными практиками, современным искусством, потому что ой, зависло. Зависло, да, кажется? Да, немножко зависло. Да, я не слышу. Картинка зависла. Прошу прощения. Да, я прошу прощения. Да, как сейчас слышно? Сейчас слышно. Прервался, заново, наверное. Прошу прощения. Да, да, вот, и когда выставляют Ани Шакапура в Версале, и вот это вот коллаборации и диалог к истории современного искусства все больше меня увлекает. Но увлекает это все теперь настолько, что я начала интересоваться наукой и искусством. Искусством, и когда у Али увидела... Маликап, он опять зависла, Или это Лауру Родригес... Вы мне скажите, потому что, Аля, я сейчас вот твой же опыт испытываю, говорю на экранах. И, значит, я увидела спикера Лауру Родригес, она студентка ИТМО в Санкт-Петербурге, Байо-Арк будет рассказывать, вот скоро Алии, и хотела бы с ними поближе познакомиться. И, в общем, да, очень надеюсь, что весь мой этот интерес приведет к тому, что у меня получится поступить в МАИТ, школу Art and Science. Классно! Удачи! Спасибо! Так, Лейву вы уже знаете, она в начале курса поприветствовала всех, она тоже, ну, как бы, в команде организаторов, так что переходим к Саше. Здравствуйте! Извините, что тоже спрятая камера. Меня зовут Александра, и я по профессии переводчик, по специальности сейчас работаю как преподаватель английского языка, так же, как и Герим, через Zoom. Родилась в Кокшетауе, живу и работаю в Алматы. Чем меня заинтересовал ваш курс? Вообще, я планирую на макиституру поступать на Creative Spaces, то есть креативные пространства, и очень этим интересуюсь. Сейчас сотрудничаю с Creative Алматы форум, данный шеф Мед из Нархоза, мы с ним вместе проводим исследования. Когда я увидела ваше название создания арт-проекта, я подумала, что арт-проект не в плане как живописи, а в плане вообще как культурный какой-то проект, и заинтересовалась. Но живописи это тоже отлично, это в принципе тоже часть того, с чем мне придется столкнуться потом, после выпуска. Так что еще вроде все. Спасибо! Спасибо! Зоя! Привет! Привет! Меня зовут Зоя Фалькова, я занимаюсь современным искусством, я живу и работаю в Алмате, где я родилась, то есть родилась я в Алмате, а живу и работаю в Алмате. Вот, и спасибо, что пустил меня на курс, хотя по идее, мне кажется, Аля могла легко сказать, что типа, ну, зачем тебе этот курс, ты и так уже художник. Ну, на самом деле, а, я еще делаю городские проекты, тоже, у меня тоже образование архитекторки, как у Кассика, Норвы, Нель, то есть у вас тут из 20 человек три архитектора на курсе, вот, и я сделала такие проекты, как иллюстрированный путеводитель по смыслам Алматы, например, такая попытка соединить урбанистические литературные практики, создание алматинского городского текста, у которого есть конкретный адрес, вот, и, простите, у меня ковик, вот. У вас ковик? Как видите, как видите, как видите, как видите, да, простой человек, тихо, by the way, типа. Ну, это как грипп на самом деле. Ну, у вас в легкой форме проходит, да? Да, да, очевидно, да. Вот, ну, и у меня не диагностировано, то есть по всем, как бы, по всем сонам, да, тесты нет. Вот, и, в общем, можно скачать там мобильное приложение, Алла Гайкона, доступно на обоих сторах, и там будет аудиоверсия проекта, это интерактивная карта, куда привязаны аудиоверсии рассказов, ну, то есть алматинских текстов. Вот, еще у меня есть проект, связанный с созданием аудиогидов, то есть это приложение тоже мобильное, которое позволяет искусствоведам, художникам, кураторам делать собственные аудиогиды по собственным проектам, таким образом их архивировать и создавать медиацию, но это как бы сторонние проекты, и вообще я занимаюсь искусством современным, вот, мою портфолио можно посмотреть на сайте romavayababa.com, а зоэфолио.com у меня тоже есть, но мы его еще не перенастроили, переадресать. Вот. И, ну, я сюда, я зарегистрировалась, потому что я хотела, я очень заинтересована в биоарте, с которым у нас здесь очень сложно, в которую у нас здесь очень сложно проникнуть, вот, потому что нет доступа в лаборатории, нет никакой поддержки биоарта, и, ну, про AR, конечно, больше, то есть можно найти партнеров для AR или там ИИ проектов в современном искусстве, у меня есть идеи и там, и там, и там, но мне очень сложно, потому что для их реализации нужны деньги или партнеры, или деньги и партнеры, очень сложно найти и то, и другое. А если пытаться поехать в какие-то резиденции, которые связаны с биоартом, например, то институции, которые дают деньги на резиденции для участниц из стран типа нашей, они очень настороженно относятся к слову биоарт, особенно после преследований в ФБР Стива Курца, которого как раз преследовали за биоарт, если вы не знаете эту историю, то даже есть фильм с Тиндой Свинтон по этому поводу. Вот, очень трагическая история, как это всё получилось. А с информационными технологиями, чтобы попасть в какое-то место, где будут для этого возможности, нужно уже иметь их в портфолио. Чтобы иметь в портфолио, нужны деньги или партнёры. Там не круто, короче. Да, да, получается, не замуж. Может быть, я не могу найти из него выходы, может быть, я недостаточно активна, и нужно зайти куда-нибудь в Даркнет, искать, я название фильма не помню, но можете поискать по имени художника, он в Википедии упоминается, его зовут Стивен Курц, Куро-Т через ТЗ пишется. Вот. И... Вот. И мне очень радостно было, что в программу включили как раз именно эти темы, в которых я заинтересовала, поэтому я зарегистрировалась, я очень рада вас всех видеть. Спасибо большое организаторам. Ну, вообще... Выздоравливайся. Ты молодец. Ты болеешь, и ты подключилась, и просто... Да. Выздоравливайся. Это третья конференция за сегодня. Да, у вас целый марафон прямо конференции. Ну, вот иногда может хорошо болеть. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, я зря это сказала. Да. Не болейте. А это как грипп, но чуть противенее. И запахов нет. Вот. Ладно, спасибо большое. Я в случае. Лепитесь, лепитесь. Выздоравливайся. Спасибо. Так, оставлю. Мне кажется, мы всех прошли, по-моему, Go Heart по кругу, да? Да. Было, по-моему, чуть больше людей, но кто-то отключился. Но я думаю, ничего страшного. Вот. Классно? Спасибо. Я, на самом деле, рада вас видеть. Вот кого-то знаю, кого-то нет. Кого знаю, тоже рада, и кого нет, тоже рада видеть. Мне кажется, это будет довольно интересно, потому что, на самом деле, это такие редкие, что ли, темы для нас, для нашего региона, да? Да, и прям очень классный подбор спикеров. И у каждого спикера будет, в принципе, я просматривала такие довольно практические воркшопы, поэтому прям можно будет попробовать себя, да, в технике. Вот. Завтра у нас будет Алия Сахареева, она как раз руководитель этой магистрской программы в Университете в Санкт-Петербурге, которая, это первая магистрская программа по искусству и технологиям. Они, по-моему, полгода назад запустились, вот, и она как раз расскажет про искусство и технологии, про то, почему они решили открыть эту программу, по всей возможности, да, у них есть в магистратуре, и как это направление развивается в России и не только в России. Вот. Да, спасибо, Аля, всё было классно. Спасибо всем, что подключились за вопросы ваши, вообще презентовали себя. Если будут вопросы, пишите тогда в чат. Ну, всё, тогда, наверное, завершим. До завтра. Ладно, спасибо. До свидания. Спасибо за конференцию. Всё, до свидания.